Капкан для Харви. Скотланд-Ярд присоединяется к коллегам из Нью-Йорка в деле против самого влиятельного продюсера Голливуда. Все больше актрис выдвигают обвинения против Харви Вайнштейна. Они говорят о домогательствах и даже изнасилованиях. Кто пострадал и чем может закончиться этот скандал, разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Его выгнали из собственной компании. От него ушла жена и отреклись друзья. Еще вчера самый влиятельный продюсер и легенда киноиндустрии. Сегодня потерянный 65-летний мужчина, брошенный даже самыми близкими людьми. Но кроме моральной ответственности ему грозит и ответственность криминальная. Расследованием сексуальных злодеяний Вайнштейна уже занялись в полиции Нью-Йорка. А сейчас к коллегам присоединились исследователи из британского Скотланд-Ярда. В общей сложности уже около 30 женщин заявили о домогательствах продюсеров, вплоть до изнасилования. Еще десятки выступили с публичным осуждением. Среди пострадавших его бывшие ассистентки множество актрис, в том числе Анжелина Джоли и Гвинет Пэлдроу. Продюсер применял силу и не принимал отказов. В противном случае мог закрыть дверь Голливуда навсегда. Это был один из грязных секретов, о котором многим было известно. Некоторые агенты даже предупреждали, дескать, да, он немного льстивый и немного странный. Не переживай, он может домогаться тебя чуть-чуть, но ничего, подыграй ему. А все почему? Потому что все закрывали глаза на эту большую проблему. Сам Вайнштейн обвинение отрицает, хоть и приносит извинения за свое поведение. Он отправился в престижный реабилитационный центр в Аризоне, лечиться от сексуальной зависимости. Конечно, я не в порядке, но стараюсь держаться. Мне нужно идти, но знаете что, мы все делаем ошибки. Второй шанс – это все, на что я надеюсь. Тем временем в Голливуде сегодня собираются самые влиятельные люди, среди которых Том Хэнкс, Вупи Голдберг и Стивен Спилберг. Они должны решить судьбу опозорившегося коллеги. Члены Американской академии киноискусств созвали срочное заседание, на котором могут исключить продюсера из своего элитного сообщества, а также лишить его Оскара, которого Вайнштейн получил в 99-м за фильм «Влюбленный Шекспир». Британская академия кино уже исключила Вайнштейна, и, похоже, дорога обратно в кино для него уже закрыта. И вряд ли ему удастся избежать судебного разбирательства. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер».